Привет, друзья! Первый вопрос. Зачем нам кот? Так вот, у нас небольшая шиншилловая ферма. Шиншиллы – это такие милые, забавные грызуны, которые питаются растительной пищей и разными травами сухими. Время от времени у них рождаются милые малыши, и шиншиллки ухаживают за ними. Шиншиллы очень доверчивые и в то же время очень пугливые животные, их легко испугать. А питаются они тем же самым, что и мышки, да и крысы. И поэтому время от времени нас регулярно навещают мыши и крысы, особенно зимой. Что мы только не делали. Пытались травить, но это совсем плохой способ. Как-то раз одна здоровенная крыса сдохла в укромном уголке, такой запах был. Да и мышки тоже помирают не очень хорошо. Ставили многочисленные ловушки. Ну, ловушка поймает одну, две, три мышки, а остальные-то бегают. Благо, еды полно. Мы еще и корма сами делаем, поэтому мышкам есть где разгуляться. Липучую бумагу ставили, но это уж совсем не гуманный способ. Мышки прилипают и медленно умирают мучительной смертью. Делали всякие самодельные ловушки. Но мышей слишком много бывает, и поэтому ловушки не помогают. Вот, видите, мы тут как раз поймали в одну такую ловушку мышонка. Мыши едят корм у шиншилл. Самих шиншилл пугают. А главное, что это источник инфекций, всяческих заболеваний. Самый верный способ, это кот. Кот вызывает страх у мышей, и тогда они исчезают. Но оказывается, не все коты ловят мышей. Некоторые к ним равнодушны, а некоторые даже боятся. Например, вот этот кот, это кот одного из наших работников. Вообще, мышь проигнорировал. Еще одна проблема. Надо, чтобы кот ловил мышей, и не обижал шиншиллок, чтобы он понимал, что шиншиллы это не мыши, и трогать их нельзя. И тогда мы решили завести маленького котенка и вырастить из него настоящего мышелова, чтобы он мог справиться с любой крысой. При этом, чтобы он был друг шиншиллам. Чтобы знал их с самого детства, и они бы его не боялись. И он бы их не трогал. Итак, идем на птичий рынок, подбирать себе котенка. Там очень много котят раздают в добрые руки. Сперва мне прикинулся один бежевый котенк. Он был шустрый, красивый и мертвый. Ну, выбрали самым моим носом. Вот так вот. Вот захотела взять себе маленький. Какого выбрали? Вот эта милая девочка пришла вместе с мамой и уже выбрала себе котеночка. Вытяни теперь питомник. А у котеночка теперь новая семья. Но хочу подобрать всех, посмотреть, какие красавчика одного, потому что надо. Вот британчик. Вот видите, вот чистый британ. Сравните с тем. Вот чистый британ. Видите? О, какой! Я сейчас возьму пока домой. А вообще я хочу его на работу себе взять. Тогда темненького лучше берите, если надо. А на работе чистая у вас работа? У меня там есть кабинет, есть помещение нормальное. Короче, он там ему нормально будет, где его присмотреться. Там у меня шиншиллы живут. Там мышки забегают. И неплохо было бы, чтобы там еще жил кот. Вот, вот этот мне сразу понравился. Вот ты какой! Смеси! Ага! Вот ты какой, а! Запалюся маленькая! Итак, везем кота домой. Вот какой красавчик, а! Ну все! Вот ты какой, а! Кот! Это кот! Настоящий кот! Хороший парень! Спросил. Говорю, что-то кот больно маленький. Чем кормить-то его? Да что! Говорят, он уже все ест. Но дома выяснилось, что котенок совсем маленький и еще совершенно не умеет сам кушать. Пришлось его кормить с пипеточки. Вот три дня и кормил с пипеточки. Котик с первых часов проявил себя очень умненьким, очень послушным. Я насыпал ему коробочку с песком и он сразу же стал ходить в песочек. Ни разу нигде не нагадил. Такой молодец! Кормил через пипетку молочком и водичку давал. Через недельку я опять заехал на базар и спросил у хозяйки, так сколько же возраст у котенка? Тут она мне созналась, что котенку было на момент один месяц и четыре дня. Получается, что он родился 14 июня. Ну, совсем крошкой еще был. А еще, оказывается, день рождения у него в один день с моим сыном Робертом. 14 июня. После того, как котика тщательно помыли шампунем, он стал совершенно белый. Только на головке у него коронка маленькая, серенькая. Не иначе королевской крови. Принц, наверное, какой-нибудь. И поэтому назвали мы его Артур. Белый рыцарь. Ну, а по-простецки Артик. Он сразу разрешил себя так называть. Такой маленький. Еще и ходить-то еле-еле ходит. Не то, что бегать. Ну и кушать, конечно, сам не умеет. Мы с тобой найдем же общий язык, а? Кушать же надо. Молочко надо кушать. Рыбку кушать надо. Все надо кушать. Тогда ты будешь сильный, большой котик. Конечно, он какой. Молодец. Видишь, сидеть уже умеешь. Смотри, как ты сидишь красиво. Вот как ты сидишь. А уж чистоплотный. Прям умывается с утра до вечера. Все свою белоснежную шкурку начищает. Начал котик осваиваться. Квартиру осматривать. Короче, привыкать понемножку. И что мне очень понравилось. Ни разу не замяукал. Не заплакал. Не пожаловался на жизнь. Никогда его в ванной мыли. Никогда в машине везли. Короче, настоящий мужской характер у парня. Вот тут он с Мишкой и познакомился. Мне кажется, они сразу друг другу понравились. Мне кажется, умываться он начал быстрее, чем ходить научился. Уж такой чистоплотный. Точно, наверное, принц какой-нибудь королевских кровей. Да по нему и видно. Вон какая выправка. И стать. Красавчик. Одно слово. Шерсть плотная. Хотя и не очень длинная. Но очень красивая. Подстилочку ему сделал. Майку свою отдал. Давай, ты будешь вот здесь. А Мишенька будет за тобой поглядывать. Давай. Вот так и состоялось наше знакомство с Артиком. Мы будем рассказывать, как Артик растет. Как он становится настоящим охотником. И защитником шиншилл от мышей и крыс. Следите за нашим видео и не пропускайте.